Вот смотрите, что я тут нарисовал. Это клетки организма. К ним подходят от сердца нашего толстые артерии, несущие кровь сюда. Артерии распадаются на артериолы, потом самые тонкие капилляры и уходят питать наши клетки. Они несут туда полезные элементы. Из клеток капилляры переходят в капилляры вены, вены системы нашей. Вены потом образуются и самые толстые вены, это такие магистрали, которые несут кровь обратно к сердцу. По кровеносной системе кровь идет достаточно быстро по артериям. Сердце у нас как качает ее? 60 раз в минуту. То есть 60 раз они доходят от сердца до каждой клетки нашего. Достаточно быстро. Здесь кровь уже густая, она уже наполнена шлаками, она продуктами полураспада, в общем уже менее обогащенной кислородом. Она более густая, она более вязкая, она медленно тянется обратно в нашу систему, в сердце. Поэтому, когда мы делаем массаж ног, конечностей, шеи, я все время говорю, ведем руки к сердцу, направляем нашу кровеносную систему к сердцу. Этим мы делаем отток от клеток, вот это ускоряем нашу кровеносную систему, чтобы быстрее шел общий метаболизм организма. Понимаете, да? Но, помимо вен, у нас еще есть капилляры лимфатической нашей системы. Они тоже отходят отсюда и соединяются в лимфатические протоки. Лимфатические вот эти капилляры, они гораздо тоньше и гораздо стенки у них имеют большую пропускную способность, чем у вены артерий. Поэтому все это больше впитывается всевозможной, ну так называемой, гадости из организма. Это там и продукты распада клеток, и какие-то переработанные наши вещи, и шлаки туда откладываются, и даже бактерии, какие-то микроорганизмы, они втягиваются и выходят. То есть, это система чистки нашего организма. Потом они все собираются в специальных так называемых узлах, которые бывают, разной формы, яйцеобразная, там какие-то бобовообразные, шарообразные, там какой-то странной формы, вот узлы бывают. К ним, как правило, 3-4-5 подходят, вен, и 2-3 отводные, там 2-4 отводные от них, да? Ой, не вены, опять же, оговорился. Это мы сейчас говорим именно про систему чистки организма, лимфатическую систему, да? Лимфатические узлы у нас находятся, ну вы уже знаете, да? В основном это всякие пазухи организма, которые не открыты наружу, они всегда где-то спрятаны. Они находятся в основном в подмышечных впадинах, там внутри, в подключичных впадинах, за ушами, под нашей челюстью, вот здесь они находятся во впадинах, под коленками, и очень много в паховой зоне находится вот здесь. Поэтому мы кровь гоним именно туда, но мы уже гоним туда и лимфу. И поэтому сейчас, когда будем работать с количествами, мы будем лимфу гнать туда. Но это достаточно болезненный процесс. Почему? Потому что, в отличие от другой системы, лимфатические вот эти вот каналы, они имеют вот примерно вот такую форму. Так называемая четкообразная форма от слова четкие. Похоже на четкие, да? Потому что здесь у них находятся мембраны. Именно поэтому происходит боль. Когда идет лимфоток вверх, да, к нашим узлам, то они специально мембраны делают такую защиту, чтобы вся эта грязь висит, ну, особенно со всем организмом, не выходила в рано. Поэтому там она и больше застаивается, вот эта вот лимфа, да, с отработанными веществами. Если скорость у кровеноследственных сосудов достаточно большая, то лимфа по этим сосудам течет очень медленно. Примерно один-два сантиметра в минуту. Всего лишь, представляете? Мы помогаем человеку это ускорить. Ускорить его обменные процессы, ускорить выпадающие системы. Даже после этого человек бежит иногда сразу в туалет, после этих. Потому что все выводится через почки, через воспитательную систему. Все выводится из организма. Лимфоузлы есть практически во всех местах нашего организма. Ну, кроме, там, глаз, слизистых оболочек, этих ушной улитки их нету. А так, практически они везде есть. Отсюда отводятся вот эти вот шлаки наши. Поэтому здесь, когда идет закупорка, да, они с трудом проходят через вот эти вот мембраны. И это бывает больно. Мы загоним ее руками, с помощью рук, прогоняем. Получается, она сквозь мембраны проходит, и человек испытывает небольшую боль. Это, я вам скажу, нормально. Не пугайтесь того, что это происходит. Теперь давайте попробуем, как это делается у нас на практике, на ногах. Как правило, у нас, вот то, что я вам показываю, это все не разрывано. У нас получается массаж такой, плавно переходящий и в лимфо-дренажный массаж, и в мануальную технику, и в технику творчечную. Это все вместе не разрывно. Поэтому я не думаю, что стоит отдельно показывать лимфо-дренажный массаж. Правильно? Будем делать все вместе одновременно. Хорошо? Давай, Татьяна, раздевайся. Головая хожу туда. Положись. Камера сейчас выключится. Собирайся. Продолжение следует... Продолжение следует...